Жители поселка ЦМИС жалуются на плохое качество водопроводной воды. По словам председателя Совета депутатов района Сергея Кубасова, вопрос финансирования строительства в ЦМИСе станции обезжелезивания отложен до следующего года. А по мнению санитарных врачей, надо бороться не со следствием, а с причиной. Все дело в ветхости ЦМИСовского водозаборного узла. Идет постоянный подсос глины из-за трубного пространства. Поэтому строительство станции обезжелезивания это не спасет. Мы городскому хозяйству об этом уже писали. И писали неоднократно, что там нужно пересматривать само состояние скважин и, скорее всего, выходить на строительство нового, полностью нового водозаборного узла. Подготовка районных школ к новому учебному году отстает от намеченного графика. Как сообщил заместитель главы района Василий Загурский, основная причина – недостаток средств на ремонт ветхих коммуникаций. По информации Комитета по народному образованию, для завершения этих работ необходимо 27 миллионов рублей. Очевидно, за решением проблемы педагоги забыли о необходимости включения в состав комиссии по приемке школ санитарных врачей. И те напомнили о возможных последствиях. Пока у нас не будет акта нормального по приемке школы, ни одна школа санэпидзаключения не получит. Детский лагерь отдыха «Лесная поляна» может остаться закрытым и на следующий летний сезон, если не провести его полную реконструкцию. На эти цели потребуется около 30 миллионов рублей, сообщила председатель Комитета по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Наталья Никитина. Там нужно менять все трубы, все коммуникации. Вот буквально в течение вот этих двух месяцев было 8 аварий. Дополнительные средства необходимы и общегородской молодежной дискотеке. Пока основная масса юных солнечногорцев не горит желанием приобретать билеты на это мероприятие. Это все, ну, допустим, обосновано тем, что там нужна хорошая аппаратура, звуковая, световая аппаратура, чтобы привлечь туда большее количество молодежи. На данный момент пока популярностью эти дискотеки не пользуются. А ближайшая задача районной администрации – достойная встреча губернатора области Бориса Громова. Его приезд в Солнечногорск намечен на 2 августа. Прошу все службы, которые задействованы в работе по благоустройству площади и близлежащих территорий, по которым, возможно, будет проезд губернатора, всячески ускорить работу.